Сегодня в выпуске. Как воруют миллионные ютуб-каналы на миллионы рублей. Как хотели своровать мой канал, как их перепродают на запад, как я внедрился в команду мошенников, попробовал все это на себе, и что из этого вышло. Большой, интереснейший выпуск. Всем привет, меня зовут Артур, и сегодня я внедрюсь в новые команды мошенников, которые воруют крупные ютуб-каналы. И, кстати, хотели своровать и мой. Как обычно, начнем с теории и перейдем к практике, самому внедрению в их команды. Телеграм-канал Локнет, о котором я вам уже рассказывал и буду рассказывать еще. Это отличный способ подзаработать и узнать много новых идей. Арбитраж трафика во время коронавируса. Как могут отследить ваш IP через вашу почту. Рабочий способ заработка на доменах. Создаем доход на тестирование игр. Зарабатываем от 170 тысяч рублей на раритетных товарах. И многое другое интересное. Еще админу канала я дал текстовое интервью, которое вы сможете найти на его канале. По ссылке в описании. Телеграм-канал Локнет. Переходите, подписывайтесь. За последние несколько месяцев было угнано множество крупных каналов. Демастер, 3-5 миллиона подписчиков. Иван Эфиров, 1,6 миллиона. Майни, 750 тысяч. Икотика, 400 тысяч. Джеймс Банана, 350 тысяч. Ванделей, 280 тысяч. Ник, 212 тысяч подписчиков. И множество других менее крупных каналов. Ну и была попытка взломать меня. Как это происходит? Мне на почту пришло сообщение. Привет, меня зовут Кэрол. Мы хотим прорекламировать на вашем канале софт нашего партнера. Этот софт это легальный ключ активации Windows 10, о котором нужно рассказать и рассказать, как важно иметь лицензионный Windows. Или так. Приветствую. Меня интересует покупка рекламы на вашем YouTube-канале. Объект рекламы – программа для ускорения производительности ПК. Оплата будет произведена не сразу, а после того, как вы запустите программу и все сделаете. На сайте все написано. Что за программа, что делает. Вы просто расскажете о ней и покажете ее функции. Хмм, опять программа? Или так. Доброго дня. Давайте обсудим саму рекламу. Вам нужно будет запустить программу на своем ПК и сказать следующий текст. Чувствуешь себя не в безопасности? Тогда антивирусовира поможет. Ссылка для скачивания – гитхаб. Это специальная версия антивируса под вас. Для рекламы. Ну, или так. Здравствуйте, я пиар-менеджер игры War Thunder. Мы бы хотели взять у вас рекламу. И опять же, это программа. Экзешник. И написано это так, будто это писали не менеджеры по рекламе, а какие-то очень неграмотные люди. Заходим на данные сайты и видим качественный дизайн, качественный текст, функции, отличие от конкурентов, их команду, фотографии и многое другое, что вызывает доверие. Скачиваем этот антивирус, либо же VPN-сервис. На всякий случай проверим этот файл антивирусом. Мало ли это все обман и нас хотят заразить. Открываем антивирус, выбираем файл и жмем «Выполнить сканирование». Текущих угроз нет. Угрозы не обнаружены. Ну хорошо, посмотрим, что это за VPN-сервис такой. После запуска ничего не происходит. Хм. Попробуем еще раз. Опять ничего. Проходит несколько часов и начинают происходить странные действия. На почту приходит письмо о том, что некий пользователь назначен владельцем нашего канала. Тут мы понимаем, что нас взломали. Заходим в наш аккаунт и нам предлагают создать новый канал. Все потеряно. Канала больше нет. Через пару часов нам начинают писать сомнительные личности о том, что канал был выставлен на продажу и продан. Этот вирус называется «стиллер» или в переводе с английского «вор». При запуске такого файла мошеннику на сервер приходят все данные о вашей системе. Вот наглядный пример, что получит мошенник. Во-первых, это скриншот вашего экрана, когда вы запускали этот вирус. Второй файл – «Инфо». Тут вся информация о вашей системе. Версия операционной системы, время, часовой пояс, язык, процессор, разрешение экрана, установленные приложения. Все это поможет мошеннику зайти в ваш аккаунт под видом вас. Следующий файл – это «Пароли». Тут все сохраненные пароли вашего браузера. Facebook, ВКонтакте, Amazon, eBay, PayPal и сам Google аккаунт, к которому привязан ваш YouTube канал. Также это криптобиржи, облачные сервисы, где вы, возможно, храните свои данные, фотографии и данные банковских карт, к примеру. И у мошенников есть только логин и пароль. Но что, если у вас двухфакторка, и мошенник не сможет зайти, зная лишь логин и пароль? На помощь мошенникам приходят следующие файлы – «Куки». «Куки» – это файлы на компьютере, в которые сайты пишут нужную им информацию. Тем самым сайты видят, сколько раз вы посещали их сайт. Пускать ли вас автоматически, например, если взять тот же ВКонтакте. Когда вы заходите, вы не вводите пароль каждый раз, вас система запомнила. Это именно из-за куки-файлов. При запуске стиллера все эти куки-файлы утекают мошенникам. Открываем файл cookies и видим куки от кучи различных сайтов, куда заходила жертва. Пишем в поиске аккаунт с Google и видим, что у нас есть куки от Google аккаунта. А значит, в теории можно выйти в Google аккаунт, даже если у вас стоит двухфакторка. Для этого мошенники импортируют куки-файлы в ваш браузер, используя различные расширения. Они копируют вашу систему, ставят тот же браузер, ставят похожий IP на ваш и вуаля, они в вашем Google аккаунте. При этом антивирусы не видят ничего подозрительного, потому что этот вирус подвергается крипту. Это модификация кода вируса, при котором работоспособность сохраняется, но файл якобы безвредный. Программисты вручную криптуют вирусы, чтобы жертвы их успешно запускали. Ну давайте посмотрим, как эти мошенники работают изнутри, как они воруют каналы и сколько они на этом зарабатывают. Как обычно, я нашел и подал заявки в несколько команд мошенников, ворующих YouTube-каналы, чтобы изучить эту кухню изнутри. Внедрение. Нас встречает сайт с четырьмя формами для заполнения. Ссылка на ваш профиль. Прикрепляем ссылку на профиль на форуме, без проблем. Ваш опыт работы. Опыт работы у нас, конечно, огромный, ведь мы опытный мошенник. Ваше свободное время. Ну, конечно, свободен я всегда. Мне надо больше разводить людей. Всегда готов. Проходит несколько часов, и в Telegram приходит сообщение от бота. Ваша заявка принята. Ну, конечно, как иначе. Входим в приватный чат работников и видим 50 участников. И сразу тут видим топ-5 выплат. Это сколько заработали топовые мошенники. Первое место 130 тысяч рублей. Второе место 87. Третье 82. Четвертое 80. Ну и пятое 43 тысячи рублей. Тут они советуются о том, как правильно писать рекламодателям. Как делать так, чтобы их письма не улетали в спам. Ждите аккаунты. Разослал 2500 писем разным каналам. И прочая информация по теме. У них есть все различные мануалы по работе. Вступительный мануал, более подробный. И гайд о том, как создавать поддельные сайты с вирусом. Такие как фейковый VPN-сервис, фейковый антивирус, фейковая программа для прослушивания музыки и несколько других шаблонов. Кратко о том, чем мы здесь занимаемся. Мы крадем YouTube-каналы. Как мы это делаем? Предлагаем ютуберам рекламировать наши программы, которые, конечно, являются фейковыми. Жертва запускает файл, канал уже у нас. Выплаты 60% от стоимости канала. По пунктам. Что требуется от вас? Заводите новую почту. Выбирайте логин, который будет похож на то, будто вы PR-менеджер компании. Объясню простым языком, в чем заключается ваша задача. Собирайте почту ютуберов, на которые им присылают рекламные предложения. Предлагайте ему рекламировать фейк-приложения за хорошие деньги. Я опишу все подробнее. Читайте дальше и внимательнее. Какие каналы нужно искать? Как собирать их почты? Что писать? Кому писать? Какой текст? Соответственно, жертва переходит на наш сайт, качает стиллер, запускает его, вы получаете лог. Ничего сложного. Вы можете зарабатывать на этом очень много денег. Ну и, конечно, гайд по созданию сайтов. Заходим, покупаем домен, ставим шаблон и дальнейшие мошеннические действия. Так, что еще тут есть интересного? Еще у них есть отдельный канал с логами, куда присылается вся информация о жертвах, которые запустили этот вирус. Вирус запустили 9 жертв. Соответственно, 9 ютуб-каналов было взломано. Отдельный канал с шаблонами сайтов. Облачные сервисы, VPN-ы, антивирусы и музыкальные сервисы. Бот-отрисовщик. Бот, который создает поддельные чеки оплаты рекламы. Вводим дату, номер счета, сумму, комиссию и получаем чек отправки денег якобы от вестерна Юниона. Буквально за пару секунд автоматически. Ну и, конечно, выплаты. Сколько зарабатывает эта мошенническая команда на взломе и дальнейшей перепродаже этих каналов? Тут все более скромно, чем с Авито, но оно и понятно. Это все только разрастается. А с Авито это уже работает годами. 20 апреля. Взломанный канал был продан за 20 тысяч рублей. Сам мошенник получил 14, 15, 12. 22 апреля. 6 тысяч. 15. 23 апреля. 35 тысяч рублей. 24 апреля. 20 тысяч. 28 апреля. 8500 и 25 тысяч. Ну и так далее, вплоть до мая. Теперь перейдем ко второй, более масштабной команде. Откуда вы узнали о нас? Такой-то форум? Есть ли опыт работы в подобной сфере? Если да, то какой? Ну, естественно, опыта у нас дохрена. Сколько времени готовы уделять работе и какого результата хотите добиться? Готов прямо сейчас. Времени очень много. Какие результаты? Ну, конечно, много зарабатываете на постоянной основе. Далее я отправляю ссылку на свой профиль на форуме, подтверждаю заявку и буквально через одну минуту вы были приняты. Ну, конечно, а как иначе? В этом приватном чате уже все серьезнее. 606 участников. Пацаны, на сколько уже развели? И мне отвечают. За месяц более 60 тысяч рублей. Тут опять же общение про разводы, советы, мнения. Посмотрим, что интересного есть уже в этой команде. Мануал. Коротко о том, чем мы занимаемся и что вы должны делать. Мы крадем YouTube-каналы. Что требуется от вас? Предлагайте ютуберам рекламировать наши программы. Программа является пустышкой, но нашему другу ютуберу это знать не надо. Жертва запускает загруженный файл с нашего сайта. Нам приходит лог со всеми сохраненными данными в браузере. Как искать каналы и другое. После того, как вы сделаете два профита, вы попадаете в чат топов. Попадая в топы, вы получаете стилер для андроида. Благодаря ему мы можем снимать деньги с карты человека. Мобильные стилеры это вообще отдельная тема. Это полноценный вирус на телефоне, который вы запускаете и все ваши деньги утекают. Например, со Сбербанка. Потому что используя этот вирус, они получают доступ ко всему вашему телефону. И видят, что где у вас установлено, сколько денег на счетах и многое другое. Канал с информацией о запусках вируса. Кто и когда запускал вирус. 14 мая десятки жертв. 15 мая десятки жертв. И 16 мая также десятки жертв. Ну и, конечно, выплаты. Сколько зарабатывает эта команда на взломе каналов и дальнейшей их перепродажи? 12 мая. 11 тысяч рублей. 92 тысячи рублей. 10 тысяч. 9. 13. 56. 10. 8. 12. 36. И в итоге. 12 мая было продано и взломано 10 аккаунтов на сумму 260 тысяч рублей. За один день только от одной команды. 13 мая поскромнее. Всего 13 и 10 тысяч. 14 мая. 11 тысяч. 10 тысяч. Ну и еще раз 10 тысяч. 16 мая. 21 тысяча. 22. 10. 60. 118 тысяч. 20. 8. 8. 21. 186 тысяч рублей. 9. 10. 8. И 17. 500. Рублей. На 16 мая взломали и перепродали аккаунты на сумму 527 тысяч рублей. Соложив все выплаты, пересчитав и добавив другие команды, а их более 10, у нас получается какая-то огромная сумма. Я ее даже не смог сосчитать, поэтому не могу вам сказать, насколько они разводят. Но факт один, что количество взломанных аккаунтов огромное. После взлома канала мошенники обычно их перепродают на различных биржах или продают на Запад. Даже был случай, когда взломали блогера и от его имени начали собирать донаты на ютубе Якобы-то он просит денег у своих подписчиков Ну и, конечно, это был мошенник со своими реквизитами Но большинство ворованных каналов западные Потому что в продаже они стоят гораздо дороже российских Это из-за цены на рекламу и из-за других факторов Поэтому большинство таких мошенников работают именно по западному рынку Защититься от всего этого можно несколькими способами Первый. Удалить все сохраненные пароли в браузере Найти их вы можете по домену Passwords.google.com Второй. Поставить антивирус и фаервол Чтобы при запуске подозрительного файла ему блокировался доступ в сеть И ваши данные не смогли утечь мошенникам Третье. Запускать подозрительные файлы на виртуальной машине Виртуальная машина это второй Windows На котором вы можете запускать какие-либо файлы и не бояться, что вас взломают Это как вторая операционная система в первой системе Виртуальная Ну и четвертое. Проверять подозрительный файл на virus.total.com Но беда в том, что это все только начинает развиваться Вирусы. Идеально выполнены фейковые сайты с отличным дизайном Фейковые менеджеры и куча всего другого Но напомню, что за все эти деяния грозит 159 статья УК РФ Поэтому даже не вздумайте этим заниматься И не подумайте, что это призыв к действию Потому что это попросту нелегально Поэтому занимайтесь обычным легальным бизнесом Это в разы интереснее и круче Кстати, под видео под Авито мне писали Почему блогер работает лучше полиции Но на самом деле это немножко не так Потому что да, я внедрился в команду Но я же не знаю, кто там сидит Они все используют прокси, VPN-ы И их в принципе не отследить И кстати, мне даже писали правоохранительные органы И просили помочь Потому что раскрываемость таких преступлений крайне низкая Зарабатывайте деньги честно Подписывайтесь на этот YouTube-канал Подписывайтесь на этот Telegram-канал Ссылка в описании Вы сейчас видите стрелочки Подписывайтесь, переходите, подписывайтесь С вами был Артур Камышкин Канал Схема Пока Слышь пацан Или может не пацан Подпишись, не ленись на канал Лайк поставь